Москва, комфортный город У Константина фактически сейчас юбилей вступил год как правительство. В этом году он пришел на эту должность. У нас присутствует Владимир Григорьевич Хайкин, это генеральный директор АБУП МНИИ ТЭП. И у него тоже юбилей, в этом году института 60 лет. И тоже чуть меньше года, хотя пришел на это место. При этом институт, насколько мы знаем, спроектирован больше половины жилого форта в нашем городе. То есть это такой человек, который сейчас знает, понимает, какие предложения идут по развитию новых территорий. И это то, что дает возможность нам сегодня получить конкретику. Это Александр Ольховский, вице-президент ВТБ, которого мы будем мучить вопросами, какие есть риски. И так как человек из банка, тот именно, я надеюсь, будут от него вопросы по рисковым развития Москвы и какие-то нюансы, связанные с тем, как нам сделать так, чтобы эти риски избежать. Это руководитель Сибири Ричард Эллис, компании номер 1 в мире, как консультата в недвижимости, Александр Полинов. И это господин Бол, 25 лет, даже более, он так консультирует и проектирует архитектурные проекты и возможности во всем мире, предоставляет свои знания. Господа, что есть на портный город, вопрос очень такой общий, теоретический и понятно. С одной стороны, мы можем смотреть на разные рейтинги, рейтинги журнала «Экономист», где Москва находится, к сожалению, на 169 месте. И где ее поставили почему-то, как город, третий снизу по качеству питания, мы не согласны, да? Второй снизу по дружелюбности населения, мы не согласны, третий снизу по качеству одежды, как одеваетесь мы с вами. Окей, это все некие там эмоции, это то, как иногда мы представляем, видимо, в глазах наших западных коллег. И мы сегодня, наверное, больше хотим говорить о конкретике, о том, что предполагается завтра, как наш город сейчас будет меняться, каким образом из концентрической структуры будет переходить, то, что мы сейчас там слышим, и будет ли это происходить, в структуру квадратичную, как от нее, и каким образом он улучшит нашу транспортную ситуацию. То есть это те вопросы, которые сегодня мы обсуждаем. А по формату предлагаю после каждого из выступлений не идти дальше, а давать еще возможность коллегам по круглому столу, потому что круглый, задавать вопросы и задавать вопросы из зала. Когда у нас появляется диалог, и когда у нас появляется возможность чуть больше глубоко понять каждого из выступающих, не оставляя вопросы на самый уменьшающий этап. Так, а где структура? Ну и я, Александр Шарапов, вице-президент гигиозаправляющих и девелоперов, президент Найбекар, компания, которая работает в только 125 офисах в 55 странах. Занимаемся активно недвижимостью, развитием. И в данном случае моя основная задача – сделать этот диалог интересным. Екатерина Румянцева, я не заметил, что вы понашли, это партнер компании «Колинка Рейлти». Ну и мы знаем, что «Колинка Рейлти» – это компания, которая номер два в Москве, я считаю, это мое мнение, по эритному жилью, а в прошлом году вы, в том числе, вышли на коммерческие недвижимости. Первое слово я считаю, что нужно дать непосредственно Владимиру Григорьевичу Хайкину, который вступление в основную часть материала даст, о том, как на сегодняшний день планируется сделать наш город комфортным, что нового по сравнению с прошлым предполагается внезти в нашу жизнь. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо за предоставленную возможность изложить нашу точку зрения на сегодняшнюю ситуацию в Москве и на то, что нужно сделать для того, чтобы наш город как можно скорее поднялся бы со всех низких мест и стал бы по-настоящему комфортным для москвичей. И вчера, и сегодня здесь, на этом стенде, Марат Шкерзенович Куснулин, другие руководители города, специалисты достаточно подробно рассказали о перспективах развития московской агломерации, новой Москвы в новых границах. Я остановлюсь на том, что нужно сделать на старой территории Москвы, чтобы тем москвичам, тем, по одним оценкам, 10, по другим, 12, по третьим оценкам, 14 миллионов москвичей, которые живут сейчас на этой территории, жилось комфортнее, лучше и, наверное, удобнее. Мы знаем, что сегодня в Москве более 200 миллионов квадратных метров недвижимости, которая по тем или иным характеристикам относится к жилой. Около 30 миллионов квадратных метров – это здания пяти и менее этажей, по большинству своих характеристик, не соответствующие современным требованиям комфортности проживания. Мы много лет занимались программой сноса пятиэтажек. Много об этом говорилось, вышло много материалов на эту тему, но очень многое сделано. И все время звучал тезис о том, что мы в Москве программу сноса пятиэтажек заканчиваем сначала к 10-му, потом к 12-му, потом к 14-му году. И действительно, эта программа в ближайшие год-два будет завершена, по крайней мере, есть для этого все необходимые ресурсы. Но речь идет не обо всех пятиэтажках, которые есть в Москве. Говоря об этой программе, все время как-то остается за кадром, что это всего треть от всех пятиэтажных жилых домов, которые есть. И надо понять, что же делать с остальными. На самом деле, из около 30 миллионов квадратных метров жилья в домах в 5 и менее этажей, почти 30% сегодня по степени износа подошли к той опасной черте, за которой начинается скатывание в процессу аварийности. А по оценкам нашего института, в ближайшие 10 лет к этой опасной черте подойдут еще 20% этого жилья. Таким образом, завершив программу, первый этап программы сноса, о которой мы говорим в 2014 году, нужно переходить к оставшимся миллионам квадратных метров, понять, что с ними делать, и понять, каковы механизмы реализации этой программы. Долгие годы говорилось, что все как бы очень просто, достаточно снести эти дома, построить на их месте в 3-4 раза больше, всем выгодно, все хорошо. Но мэром города поставлена задача ограничить увеличение плотности на традиционной территории Москвы, поэтому нужно искать другие механизмы, другие правила работы с этим фондом и другие правила повышения комфортности жилья. Сегодня наш институт начал работу по обследованию всего этого жилого фонда по заказу правительства Москвы. Мы планируем закончить эту работу к лету будущего года, и таким образом дать четкий анализ того, в каком состоянии этот жилой фонд сегодня, что с ним делать, и сколько лет еще эти дома могут простоять. Одновременно мы рассматриваем несколько вариантов реализации программы замены этого жилого фонда. Наш институт начал заниматься проектом социального жилого дома по заказу города. Мы пробуем создать дом, занимающий минимальную площадь при максимальном количестве квартир, с тем, чтобы такой проект мог быть реализован без привязки к конкретному домостроительному комбинату. мы начали заниматься, возродили, вернее, давно забытые проекты реконструкции пятиэтажного жилого фонда совой надстройкой. Пробуем сделать и это. Надеюсь, что к июню этого года мы сможем представить в правительство все те проекты, о которых я говорил, для того, чтобы, начиная с 2013 года, по ним могла начаться работа. Но есть одна задача, которую, очевидно, нужно решать вместе с правительством, вместе с экспертным сообществом. Это задача, как реализовывать эти проекты. На самом деле, в середине 2000-х, в середине первого десятилетия, с 2004 по 2006 год, Москва провела ряд конкурсов, разыграла право комплексной застройки таких кварталов, занятых вот этими пятиэтажными жилыми домами. В силу целого ряда причин, связанных с жителями, связанных с земельным законодательством, большинство этих проектов реализовать не удалось. Поэтому сегодня возникает с особой остротой задачи найти механизм реализации программы развития застроенных территорий в городе, создать под него в кратчайшие сроки законодательную и нормативную базу и как можно скорее начать реализовывать вот эту программу развития застроенных территорий с использованием схем, различных схем волнового преселения. Попытку сделать экспериментальный проект на эту тему мы сегодня осуществляем тоже по заказу правительства Москвы на примере экспериментального района Дегунина, который был куплен, выкуплен городом участных собственников три года назад. Сегодня мы пытаемся с применением и наших проектов, и проектов, ранее разрабатывающихся другими организациями, сделать реальную программу комплексной реконструкции на этой территории. Заканчиваем мы ее через два месяца, представим на суд жителей этого района. Я надеюсь, что эти программы на базе того, что мы делаем, такие программы с будущего года смогут реально заработать. Спасибо. Все, что я хотел сказать. Пожалуйста, вопросы. Я задавал вопрос. Владимир Егорович, после ее Горбан-Лэрд-Иститут мы, короче, будем возвращаться, проводил исследование, где было сказано, что удовлетворенность условий ведения бизнеса в Москве выразились 79% из пандетов. То есть удобно, хорошо, нравится, отлично. И считают, что все с этим у нас реально очень хорошо. В первом случае, кто респондентный был у Рубан-Лэнда, увидел 22% бизнеса, остальное жители, чиновники, которые реально бизнес на этом не всегда ведут. Сейчас новые территории. Старые правила отменяют, новые еще не вводят. Каким образом планируется наименьший ущерб, а он будет у девелоперов, у людей, вот здесь просто у нас, больше людей, которые бизнес-сменяются, сможем нивелировать ситуацию так, чтобы все-таки наиболее быстро снова начала работать эта территория. Потому что это очень сложная, тяжелая проблема. На Горобле вахту сдал, вахту принял. Когда человек или команда принимает решение, и тут же корабль начинает плыть по новому курсу. Город много сложнее, чем корабль. Каким образом сейчас планируется в рамках этого нового гороскопа планирования развития сделать так, чтобы наиболее быстро появлялись возможности у девелоперов, строителей строить согласованные проекты, от этого нужно разработать всю эту документацию. И какие сроки вы предлагаете, чтобы все это займет? Ну, знаете, спасибо за вопрос. Он, на самом деле, наверное, не очень ко мне, потому что я все-таки представляю научно-исследовательский проект и институт, который является таким же участником этого процесса, равноправным, как и все остальные. Да, мы... А ваши прогнозы? Я в данном случае, что делать? Да, да. Рашид, я закончу, да? Так вот, на самом деле, я могу на этот вопрос ответить как участник процесса. Я пришел в институт как раз 4 апреля прошлого года, видите, год еще не прошел. Пришел в Государственную службу города Москвы, кстати. Так вот, за этот неполный год я вижу, как ситуация не просто наладилась, как она в Москве сегодня, ну, в общем, намного лучше, чем она была год назад, даже, чем была два года назад. В каком плане? Система заработала, работает без сбоев, я это говорю именно как участник процесса. Проходят около 100 различных конкурсов к государственному заказу каждую неделю, на государственный заказ по проектированию различных государственных заказчиков. Система отработана, отлажена. У нас все, что мы зарабатываем, мы также зарабатываем на конкурсах. В основном проводим к правительству Москвы. У нас просто нет времени, у нас такая загрузка, что нет времени участвовать в коммерческих конкурсах уже, да, хотя они тоже есть. И, в общем-то, на мой взгляд, эта система работает. Что касается принятия решений для девелоперов, для строительной земельной комиссии, ее рабочие группы, секции, я понимаю так, что, наверное, Константин Петрович лучше эту тюрьму с этим. Спасибо. Константин Петрович, мы реально понимаем, что, вот, процитирую, один из выступающих сказал, что, в одной сессии, что мэр Москвы Лужков был аналог некого красного директора, со всеми его плюсами и минусами, и что сейчас приходится фактически новому мэру выстраивать рыночную ситуацию в столице, уходить от административных системах управления, и что это такая глобальный вызов, который принял новая команда, и что то, что сейчас делается по-европейски, и что на это требуется время, и на это требуется не один год, и что в процессе перестройки всегда происходит какие-то торможения, в какое-то время даже больного может стать хуже, обострения происходят разные. Мы это все понимаем, мы готовы ждать, и вам, в основном, да вопрос заключается в сроках, и в тех шагах, которые делаются. Мы с вами коснулись того, что на сегодняшний день было сказано, что в Москве тоже снова исследование осенние пять основных проблем. Это дорожная сеть, это экологическая обстановка, это обеспеченность детскими садами, садами, с школами, горожанами, это условия для ведения малого бизнеса, то есть здесь мы знали, в средней крупности все хорошо, а малый может плохо, окей, и это доступность медицинских услуг. Это горожане, сами отвечающие на этот вопрос. Что делается уже сейчас, закопи сделаны, ближайшие эффективы по этим направлениям? Ведь не только градостроительства, но, собственно говоря, комфортно, в том числе эти немаловажные вещи. Ну и вопрос, будет ли это развиваться, будет ли это строиться силами самих губов, городов, что многих беспокоит, или это будут контракты, которые будут отдаваться городу? Я прошу, я на вас тоже ответить. Коллеги, спасибо за вопрос, но я бы его разделил на две части. Мы сейчас обсуждаем проблему градостроительства. Что строить, каким образом строить, как планировать территорию. Поэтому и уже докладчик объяснил, что город делает в рамках планировки территорий. Я тогда попытаюсь ответить на этот вопрос, что город уже сделал в рамках градостроительного развития как территории Москвы, так и присоединяемой территории. Сейчас разрабатывается проект планировки землепользовательной застройки. Это уже говорилось об этом. В этот год мы их должны разработать и уберем в следующий год для их утверждения. Возрабатывается новый генеральный план, в том числе уже с захватом новой территории. Сократили в прошлом году и в этом административные процедуры по разработке геостроительных планов земельного участка, что касается инвесторов. Дальше. Ограничили общественную застройку в центре города, чтобы не увеличивать деловую активность в данной территории и сократить поток транспорта. Изменили подход к обеспеченности жилья, социальной и прочей культурной инфраструктуре. Приняли решение разработать в этом году более чем 200 проектов планировок на территорию города. Это пенцист в архитектуре. Уже получил на это сигнавание и разыгрывали конкурсы, разрабатывали. Далее. В ближайший квартал стоит задать утверждение в режиме и регламент использования земель и городской территории особенно центральной части города, что касается памятников и охраненных территорий. И инвесторам будет уже известно, что можно здесь делать. Что касается второго вопроса. Что происходит с сольчной дорожной сетью, с пробками, с экологией, с детскими садами и по условиям малого бизнеса. Что касается рекомендации пробок. Принята программа развития транспорта и как-то из частей этой программы развития парковочного пространства. Принято утвержденное сигнавание и делается отречневая схема парковочного пространства. Она будет сделана уже в ближайший квартал. Уже схема проработана и вынесена утверждение по центральной части города, где будет понятно количество парковок, которые там будут, как будет организовано движение, где будет запрещено движение, в том числе и только пешеходная улица будет, где будет движение одностороннее, как будет транспорт двигаться в центральной части города. Мы понимаем, что без запрета на паркование здесь не обойтись. Будет поэтапно вводиться плата за паркование. Мы планируем это делать постепенно. В этом году, вероятно, платы не будет, а в следующем и далее плата будет увеличиваться. Это тенденция во всех городах есть, в Москве здесь не должно быть исключено. Что касается комфорта для малого бизнеса, здесь мы подготавливаем земельный участок на аукцион, в том числе объекты шаговой доступности. Очень много объектов шаговой доступности, которые мы рассмотрели, их более тысячи, более тысячи, к сожалению, по многим инвесторы не реализовали свои планы. Здесь будет расторжение инвестиционных контрактов, расторжение договоров аренды. Они были краткосрочные, эти участки подготовлены. На них можно строить объекты от 500 метров, 300 метров, ну, до 1000 метров. Мы их будем подготовить на аукцион. Первый аукцион уже пошел. Что касается госрегулированного малого бизнеса, ну, это вопрос не строительного комплекса, но здесь, нам кажется, все уже достаточно сделано в районе федерации. По медицинским услугам, по социальным услугам, в рамках разрабатываемых проектов планировок и выдачи ГПЗУ, здесь инвестор обязан построить данные сатарные объекты. На территориях, где, на городских территориях, город сам строит данные объекты, и данная адресная коммунистационная программа уже принята. Более того, инвестиции запланированы, и, к сожалению, по прошлому году не удалось полностью вместить детские сады, причины, в первую очередь, добросовестных подрядчиков, которые выгнали аукционы по 94-му закону. Здесь мы, конечно, призывали бы тех, кто готов участвовать в городских программах, взвешивать свои силы, подходить ответственно, выступать собственными силами, а не перепродавать подряды, далее ходить по городу, искать покупателей. Здесь мы хотели бы погритиковать те субъекты малого бизнеса, кто без ответствий, как он делал отнес. Третий вопрос, что коллега задал, чьими силами будет завершаться строительство и выполняется адресно-инвестиционная программа. Это, конечно, конкурсы. Как они были, так они и будут. Конкурсы разыгрываются постоянно на строительство дорог, метро, транспортные инфраструктуры, объектов, жилья за счет средств городского бюджета, объектов в социальной сфере. Также, совершенно верно, город принял решение, часть объекта встроена с помощью казенного учреждения, которое было образовано в этом году. Данная практика себя оправдала. Это ускоряет процесс. Но это не значит, что только данное учреждение будет строиться. Также конкурсы проводятся, и все могут здесь принять участие. Призываем всех принять активное участие. Но, пожалуйста, сомеряйте свои силы и не бросайте контракт на полдороги, потому что уже произошло по многим детским садам, уже говорил, школам, к сожалению, и домам, которые приходилось городу в ручном режиме достраивать и вводить, чтобы исполнить программу ввода жилья по прошлому году и обеспечить как раз госпрограмму по вводу жилья. Коллеги, если есть еще вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Но город проделал огромную работу в прошлом году, рассмотрел более трех тысяч инвестиционных контрактов. В этом году работа так же продолжается. И здесь, в страну, правительству нет никаких задержек в решении данных вопросов. Вопросы? У меня есть несколько вопросов. Тема интересная, но она не раз у вас идет в таком ракурсе, не раскрывая вопрос, что это не возможно в Москве. Я считаю, что сегодня Москва это совсем другой англомерат российской ситуации и в том, что у нас построенная жизнь. Я живу в Москве давно, и сфера с неприятной следы у меня меняется. Я за последние 20 лет увидел, что у нас парк, я живу, парк дружбы, на речном вокзале в Москве. Московская область является основной продукцией и не поставляющим продуктом, связанным с развитым масками. Причем, что мясо мы у нас с Молтаны говорим. Надо сказать, что Московская область очень много принимает зрителей москвичей. У нас удачных базов, по сравнению, в мире. Вышел очень честно. За последние 5 лет москвичи вообще без масла, потому что сюда не уезжают. Это будет на диверсионных базах. Как света питания постановится, какие программы для помощи строительства питания выпускаются в стране. Какие помендуется новые задачи в изменении света питания. У нас света питания очень красиво. Очень тяжелый воздух у нас в стране на Савадуле. Вопрос с отделением Москвы. Из тех вопросов, кому необходимо для развития послушать. Это вот этот субтожий формат. в том, что мы с тех которые здесь находимся, в наследие с судьбой на вас в комитете сидят. Мы хотим сделать информацию, что благодать сделать в Москве, чтобы жители москвы не нет жилье на комитете субтожное. Спасибо, коллеги. Попробую ответить на этот вопрос. Ну, то, что жители Москвы бегут из Москвы, я, конечно, в первый раз об этом слышу, потому что население горного прирастает ежегодно. И оно прирастает более чем на 400 тысяч. Что город делает для повышения комфорта? Москва сейчас, коллеги, все-таки является одним из самых комфортных городов для проживания. А по сравнению в Пекине с тем же самым главным Парижем по экологии и по обеспечению объектов и социальной и земельной территории. Что мы сейчас делаем? Мы не строим мусоросжигательных заводов. Такое решение было принято. Это, в частности, касается новых заводов, почему мы хотели строить и грецепаре. Реконструкция, да, строительство пока мусоросжигательных заводов не планируется. Ограничение движения транспорта, я уже об этом проект электрического автомобильного транспорта, электрического паспорта для граждан. Более того, уже построили некоторые заправочные станции, где можно подъехать и заправить свой электромобиль. Это только поощряется. В плане озеленения принята программа развития парков и зелененных территорий. И, коллеги, мое мнение, что Москва один из самых зеленых городов, все-таки одна из самых зеленых столиц. То, что касается развития новой территории, насколько я понимаю, вас в первую очередь в территории присоединяемой, то там 75% вкусных насаждений. Эта территория достаточно зеленая. В первую очередь будут организованы линейные объекты, мы уже говорили. И никак здесь вообще в экологии не пойдет. Выступают и защитники природы. Вы сами видите, то, что город находит компромисс по застройке всех этих линейных объектов. Я бы хотел передоставить еще слово Александру Ольховскому. Сейчас с правительством города гильзи управляющих ведет активный диалог и очень рады, что нас слышат. Заводействие идет и по уровню органов института, ФИАПСИ, и на сегодняшний день это новый формат, я думаю, что он будет расширяться, и сейчас это недостаточно, но идет диалог между сообществом строителей, директоров, консультантов, и на сегодняшний день в этом диалоге, в неких группах, которые сейчас обсуждают будущее развитие, рождаются идеи, которые дальше обсуждаются и понимаются ли они. Александр, с учетом того, что вы присоединили достаточно большую часть своей жизни анализу развития городов, ваше видение будущего Москвы, возможностей для ее развития, использованием новых территорий, потому что то, что вам говорилось, когда мы присоединяли эту территорию, когда присоединяем присоединение, это тресно, вне посадки было заявлено задачи, это много говорилось о экологии, о том, что улучшение и как только мы присоединили, мы на самом деле показатели экологичности тут же вышли на первое место, сейчас выходит, 1 июля, это второе было, что это улучшение жилищных программ, и третье промышленности, при этом конкретики, как же будет обеспечено рабочими местами, как это будет сделано, сейчас обсуждается, процесс идет, и здесь еще можно повлиять на эти процессы, можно еще выставить какие-то и привести конкретные примеры западного опыта, и на самом деле то, что сейчас общественные организации могут давать свои предложения и их рассматривать, вот спасибо за это посредо, добрый день, уважаемые господи, Александр, у вас немножко удобно заблуждения, я не посвятил единую часть своей жизни вопросам анализа городских территорий и территориального планирования, но действительно последние полтора года мы активно в рамках гильдии управляющих генераторов занимаемся этим вопросом в рамках Санкт-Петербурга. И конечно тот вопрос, который прозвучал из зала, он абсолютно понятен, это голос представляющий горожан и абсолютно такая же ситуация в Петербурге, которых волнует будущее города. Города рождаются и умирают в течение очень длительного инвестиционного цикла, вот об отличие от нас не десятки, а сотни, иногда и тысячи. И конечно при таком длительном сроке жизни определяющим является стратегия города. Стратегия не краткосрочная, коею можно считать стратегией социально-экономического развития до 2020 года, конечно не горизонт для таких городов как Петербург и Москва. Стратегия должна быть сформирована на значительно более длительные промежутки. А в основу этой стратегии должна лечь прежде всего самоидентификация города. Каждый город уникальный, и у каждого города есть свои преимущества, которые по-видимому город должен в какой-то степени сохранять, в какой-то развивать, в какой-то степени избавляться от тех негативных последствий, которые были связаны с предыдущими периодами. И конечно очень важным является вопрос связанный с тем, что Москва занимается строительством комфортного жилья, о котором нам рассказал господин Хайкин. Это безусловно так, потому что в это жилье мы приходим вечером, уходим утром и проводим как минимум три своей жизни в рамках тех стен, которые человек приобретает либо получает от города. Но не надо забывать, что город это не только красные линии конкретных зданий, а это прежде всего общественное пространство, которое принадлежит не только частному инвестору, но и всем горожанам. Под общественным пространством я подразумеваю не только парки, лужайки, детские сады, это в том числе и улично-транспортная сеть, которая связывает между собой различные участки города. В моем понимании город это все общественное пространство, за исключением тех красных линий, в рамках которых построены конкретные дома. Именно такой подход, на мой взгляд, должен был влечь в основу разработки стратегии, стратегии развития города, которая впоследствии, после того, когда она должна была быть широко обсуждена и удержена, должна явиться основой для корректировки генерального ресурса, который в свою очередь задаст правила игры для всех тех алчных и злых и жадных девелоперов, которые так и пытаются сформировать возможно более высокое здание в рамках возможно более большого участка. Ну, давайте зададим тогда этим злым и алчным те правила, в рамках которых они будут играть, чтобы они могли получать финансовые ресурсы под абсолютно понятные проекты, которые будут согласованы, чтобы они могли работать в понятных условиях с властями, и не придумывать какие-то ужасные объекты, которые впоследствии являются непринимаемыми, непредемлемыми для остальных горожан. Это все, конечно, задача власти. Задача девелоперского сообщества помочь власти решить эту задачу с профессиональной точки зрения, поскольку именно девелоперы – это те люди, которые занимаются развитием, это те люди, у которых есть взгляд в будущее, это те люди, которые готовы поделиться своими взглядами в будущем с правительством для того, чтобы создать комфортный город, на протяжении многих лет вперед. Мне кажется, что здесь интересы власти, горожан и девелоперов абсолютно четко совпадают. Необходимость и возможность формирования долгосрочной стратегии, необходимость и возможность формирования концепции исторического центра, подхода к планировке территории – это все то, что является плодом совместного труда. Но ведущим должен быть город, должно быть правительство города, потому что это именно та конструкция, которая имеет возможность реализовать эту задачу. И сюда же вложится вопрос того, кто должен формировать проекты планировок в рамках отдельно взятых территорий. Это тоже задача, на мой взгляд, городских властей. И именно в рамках этих проектов планировка будет задана и плотность, и озеленение, и высотность, и все то, что пытается каждый дерево сформировать для себя. Более выгодно, чем для своего соседей. Я могу долго на эту тему говорить, я бы может быть закончил. Просто мой взгляд на развитие таких крупных мегаполисов, как Москва, как Санкт-Петербург, должна ложиться в основу долгосрочной стратегии. Мне кажется, это ключевой вопрос. Именно долгосрочная стратегия, акцептованная горожанами, является залогом успеха и отсутствия, ну или может быть, совершенно других вопросов, которые были сегодня заданы. Но по крайней мере таких вопросов, наверное, мы не услышим. Александр, вы имеете большой опыт работы в многих странах. Мы видим, что тот же Нью-Йорк продолжает расстраивать центр, в этом есть их плюс. Они имеют пешеходную доступность между основными офисами. И не все в городе соглашаются с тем, что ограничение строительства в историческом центре является для граждан плавным. Ваша дочь поднимена эту проблему и потом чуть-чуть скажете ваше видение развития города на новой территории. Прошу. Если смотреть на опыт развития других больших городов в мире, то мы увидим, что все города имеют главные центры, главные свои бизнес-центры в центре города. И логика за этим простая. Для того, чтобы это был бизнес, нужно, чтобы были умные. Чтобы эти люди, умные люди, способные, предприниматели были вместе. Чтобы они общались. Именно из общения начинается бизнес. Лондон пошел правильным путем. Они отказались от децентрализации города. Сильные. Но занялись развитием транспортной системы. Таким же путем пошел Гублин. Гублин. Как вы знаете, несколько лет назад Гублин решил построить новый офис центр на окраине города. В результате весь город стал вброк как из центра на окраину так и окраина на центре. В результате проблему удалось решить с помощью создания эффективной транспортной системы. Наше мнение такое, что запрет на строительство новых офисов в центре города не решит принципиальную проблему передвижения. Более того, запрет на строительство новых офисов в центре города лучше жить в москвиче, потому что теперь придется строить офисы как луч. Мы уже видим за третьим кольцом на МКАДе не всегда туда удобно передвижения. Есть много решений этого вопроса для этой проблемы. В наш взгляд основной вопрос, который должен стоять перед правительством Москвы это улучшение транспортной системы. Должен наступить момент, когда горожане поймут, что пользоваться общественным транспортом доходнее, быстрее и дешевле. И отвечая на ваш вопрос, транспортная система, классная транспортная система, которая горожане предпочитают пользоваться общественным транспортом, позволит решить экологическую проблему. Сейчас в Москве основная экологическая проблема происходит без транспорта. Поэтому если смотрите на ваш вопрос относительно запретов, мы считаем, что запрет не улучшается для горожан. Улучшение транспортной системы позволит улучшиться. Безусловно, я согласен с вами, введение платы также может быть решением вопроса. В то же время нужно учитывать менталитет москвичей. Собственный транспорт перестал быть роспышью совсем недавно. И должно пройти время, когда москвичи начнут мыслить рационально. Да, автомобиль перестанет быть статусным вопросом, когда москвичи станут ценить свое время и деньги. в то же время можно вводить плату за парковку. Перед этим нужно создать отличный транспорт на системе общественного транспорта. Комфортную, быструю, недорогую. Для этого нужно создать инфраструктуру для парковок и затем нужно ввести в виде последнего стимула плату за парковку. Это позволит плавно перейти с той ситуации, которую нас есть сейчас, в ситуацию, мировые центры. Спасибо. Я прошу. Здесь может быть даже не столько вопрос, только позиции. Я просто не смотря на то, что мы с Александром в прошлом коллеге, я категорически не согласен с тем подходом, который был озвучен. потому что модель моноцентричного города, о которой рассказал Александр, она вообще неприемлема для современных мегаполисов. Это старая модель, которая формировалась исторически в протяжении многих десятилетий и сотен лет. Когда в центральной части жила знак, окруженная перепостной стеной, вокруг нее бедные районы, дальше появился поступательно серый пояс. И вот эта концентрическая модель развития города ведет никуда, потому что если в центре оставить все те функции, о которых Александр так убедительно нам рассказал на примере Лондона, что, кстати, на мой взгляд совершенно не так, то мы получим абсолютно четко вычерченную моноцентричную модель города. Так вот, наличие моноцентричной модели в городе это первый парадокс, невозможный, ну не парадокс, первое препятствие для решения транспортной проблемы. Невозможно решить транспортную проблему, когда утром едут все они все равно будут заполнены. Вообще есть абсолютно четкое понимание. Чем шире дороги, тем больше на них автомобили. Поэтому такое простое решение никогда быть не может. Модель должна быть, на мой взгляд, я в этом убежден на 200%, полицентричной. Для такого города, как Москва, обязательно. И в этом плане как раз правительство города Москвы сейчас делает абсолютно правильные шаги, заявляя об этой модели и делая абсолютно конкретные практические шаги в этом направлении. Только так и не так иначе. Другое дело, что вопрос компенсации тех затрат для тех девелоперов, которые не завершили проекты, то, чем Горова Александр Шарапов является, очень мягкий. С этим я абсолютно тоже согласен. Нельзя просто в один момент взять, прикидить и сказать, а вы знаете, предыдущая власть все делала не так. Должна быть какая-то разумная преемственность между тем, что было ранее и тем, что будет в последствии. Иначе мы будем жить всегда в условиях неопределенности. Должно быть четкое понимание, что все, что было ранее, будет иметь возможность быть реализованным. Вы дали разрешение, дайте дострою, не отнимайте. Разве что отнимайте только то, где девелопер или инвестор не сумел справиться с взятыми на себя обязанностями. Мне совсем другая. Окей. Филипп, мы с вами говорили до начала трудного стола о том, что у вас есть несколько конкретных людей, которые вы видите в развитии других городов, которые могут помочь Москве стать лучше, комфортнее. Вот эти конкретные примеры, потому что именно их от нас ждет власть. Сейчас мы с Владимиром пошептали, что дайте конкретику, что же именно вы считаете нужным и правильным делать, чтобы эта конкретика была внутри вашего же сообщества обсуждена и не вызывала внутри вас скорых. Это очень тяжело. Конечно же, есть много разных моделей. Филипф, чтобы вы прикладывали Москве такие короткие коэффициенты, чтобы было хорошо. Спасибо. Извините, я буду говорить в английском, потому что вы практически не понимаете. Я буду его переводить здесь, последовательно. Последовательно. У меня, я лично живу между двух городов. И поэтому меня удивило, комментарий удивило, что Москва якобы более удобный город для жилья, чем Лондон и очень многие другие причисленные города. Потому что мне что-то как-то это не кажется. в Москве много преимуществ, много позитивных сторон. Но для меня, как посетитель, я провел много времени в этом городе. Самое фундаментальное, что нужно изменить философию жизни горожан. Я согласен с предыдущим выступающим. Это большая проблема, но мы должны изменить отношения для людей для использования в карте. Это не быстро делается, но нужно изменить отношение жителей к жизни в этом городе. Это не здание, это пространство, местность. И пока это не будет изменено, жизнь их не изменится. Я, например, целенаправленно ходил по Москве пешком, и я целенаправленно пользовался метром. не могу это делать. И многие из иностранных посетителей это делают, поэтому я считаю, что я познал жизнь горожан. И я не знаю, если это простая ответ, потому что Москва планировалась на огромном уровне, это большая уровня, но в некоторых ответах нет прямого ответа, потому что нет прямого ответа, потому что Москва планировалась на таком громадном пространстве, но в ней отсутствует человеческая составляющая, гуманитарная составляющая. Даже новые здания нет активных фронтей. Всего испытания ходить и жить в городе так как мы должны быть able интерактив с коммунитой, с другими зданиями. Очень часто эти дома, которые существуют в Москве, они обезличены. Проблема личностного жилья это то, что вы можете идти и видеть как люди живут, а в Москве у них этого нет. И в многих это очень закрыт, и в многих зданиях это сложно понимать. И не дают возможности понять, как живут в них люди. Я думаю, что вы должны посмотреть на улицы, на качестве улиц, на качестве улиц, как использование автомобиля на этих улицах происходит. Когда есть комбинация стены, три линии машины парк на панели, и вы пытаетесь скрыть машины. Это не создает ощущение комфортного города. И я не знаю, что есть много говорится о расширении территории Москвы. Например, я был в Астане в Астане в Астане в Астане в Астане. И вот там создали фактически новый город. Там сочетание президентской части, официальной и жилой. Но это тоже некомфортное место. Абсолютно некомфортное место. Пока что. Я был в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербург производит гораздо более комфортное ощущение и впечатление на человека. И это не качество зданий, а качество общественных мест, общественных пространств. Санкт-Петербург создание балансированных многофункциональных районов наверное возможно один из случаев. не 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 но как люди будут добираться это опять-таки длительное перемещение в автомобиле. Но это начало. В Москве очень много зданий безликих таких. но в то же самое время у вас прекрасные староисторические здания но очень часто вы их слишком быстро сносите. и я видел хорошие примеры где они были восстановлены и возвращены в жизнь. и я видел много пример когда эти старинные здания в Лондоне возрождают их новой жизни в Москве мы не видим целенаправленной стратегии по данному вопросу. Специфические примеры это сложно потому что Москва очень специфична здесь трудно предложить потому что Москва очень специфична. я думаю что это стратегия с профессионалами смотря на это очень близко и абсолютно я согласен это не что-то делать 5-10 лет это должно быть развиваться профессионалами и рассматривать самые подробные детали и как бы правильно заметил это не должно быть развитие стратегии на 5-10 лет это должно быть более долгосрочная стратегия но должны быть рады жить в этой городе мне нравится Москва мне бы хотелось чтобы оно понравилось большему количеству людей но для этого нужно изменить отношение к жизни окей спасибо на самом деле очень часто касается того что должно сделать правительство и очень редко забываем спросить сами себя что это не отношение нашей обязанности право каждого из нас въехать в центр города без оплаты поставить машину там где хочешь поперёк тротуара ограничивать права других людей и вот этот баланс обсуждения это во многом наши старые мысли социалистического прошлого я считаю мы все перестраиваемся все переделываемся и это наше изменение нас самих нас горожан по многому связан с тем комфортно или нет будет в городе не только вопрос с правительством окей и завершает обсуждение у нас Катерина а потом я дам подведение итогов добрый день дамы и господа приветствую вас в этом прекрасном и комфортном городе для жизни хотелось бы что Москва бы чуть-чуть напоминала это прекрасное место даже без моря компания коллег-прием не только занимается операциями на рынке дорогой фемиальной недвижимости коммерческой недвижимости и загородной недвижимости но и сопровождает на протяжении уже тринадцати лет крупных девелоперов как консультанты консультант проекта поэтому я бы хотела рассказать о том что же сегодня происходит у нас на рынке в основном я буду говорить о премиальной недвижимости и недвижимости бизнес-класса как мы недавно привыкли иметь свои собственные автомобили так мы сейчас только начинаем понимать вот я говорю от имени своих клиентов что такое качество жизни когда у тебя много денег потому что мы работаем с тремя недвижимости в самом начале рынка дорогой недвижимости появлялись отдельно взятые клубные дома которые решали вопросы безопасности подземного паркинга супер там лакшери всего-всего-всего но не решали вопросов гармонии взрослений роста детей в гармоничной среде потому что дети жили за высокими заборами создали дядями охранниками и так далее и в общем-то все забыли о том что ребенок может пойти в магазин пять лет и пойти купить себе буханку хлеба и принести ее домой по мере того как развивался рынок как развивались экономические процессы и взрослела наша целевая аудитория появилась потребность в более гармоничной среде люди начали понимать что есть какие-то ценности которые мы потеряли там на периоде первичного обогащения и собственно говоря спрос начнет смещаться в сторону таких вот проектов которые несут в себе концепцию качественного проживания учитывая что Москва конечно же является одним из самых неприятных городов для проживания и предлагает некачественную среду как мы сегодня все говорили тем не менее некоторые девелоперы которые называли алчными и так далее поняли что жадность идет в бедности и продукт который будет иметь большое количество квадратных метров который будет находиться на очень сжатой территории и не будет просто пользоваться спросом сегодня поэтому есть проекты которые прежде всего решают задачи именно создание комфортной среды потому что такая возможность есть есть участки которые сегодня развиваются там крупные участки там 3 гектара в центре Москвы которые решают задачи по созданию комфортной гармоничной среды а так например жилой комплекс садовый квартал их помотников это 10 гектар на месте бывшего завода паучук где присутствует парк 2 гектара где красивая архитектура потому что в конце мастер-план разрабатывал один архитектор а каждый отдельно взятый дом разрабатывали разные архитекторы у каждого дома свое лицо и это не только гармоничная среда это еще эстетическая среда потому что мне кажется что здоровые люди получаются в эстетически сбалансированной среде и там есть большой стопот ретейл куда можно искать детей в магазин играть со свежниками и это такая более-менее извешенная среда которая отражает всю эту агрессию города там таких объектов есть несколько это надеюсь правильный парк который удовлетворяет желание по комфортному проживанию более там обеспечить счастливую аудиторию в принципе мы сегодня работаем над для нового собственного создания концепции новой башни России на месте башни России развивается новый комплекс и как это не выглядит парадоксально мы там тоже пытаемся найти какой-то баланс есть предложение от многих архитекторов и группы компании да организовать на участке два с половиной гектара два гектара парка то есть застроить только 0,5 гектара территории подводя итог как бы такому муфратскому выступлению о трендах я хочу отметить что сегодня для того чтобы объект был востребован рынком безусловно необходимо решать вопрос этой комфортной среды в рамках проекта масштабного но еще нам очень нравится вот это желание местных властей федеральных власти сегодня выглядеть привлекательным и давать такие небольшие нам возможности для того чтобы создавать более комфортную среду для проживания в том числе и в Москве слышали о вот этом ярком таком заявлении о том что гостиницей России будет реализован проект парка с окружающим девелопментом вокруг то есть это вот такая очень приятная среда которая здорово разгрузит центр и делает его более привлекательным для жизни для прогулок неизвестно о том что рядом в районе реки Яуза развивается арт-портал то есть там не будут сноситься объекты то есть те объекты существующие недвижимости которые там есть они будут развиваться в направлении создания некой культурной среды то есть там это будут мастерских художников это будут выставочные залы то есть детские школы там народное творчество и так далее то есть это тоже какая-то небольшая такая комфортная придано проживание и поэтому я хочу сказать что вот это вот желание власти заигрывать с народом народу нравится народу нравится приличные объекты которые пусть как-то пытаются балансировать вот эту среду в которой мы все живем в Москве власти так устроены что они будут заигрывать с народом и от этого не дерутся никуда ни от правительства во всем ну нигде гнили тем не менее мы завершаем наш круглый стол можно сейчас задать те или иные вопросы а я скажу вот эту маленькую важную фразу когда мы изучаем проекты нашу компанию пользуется система для диспланирования лоб посмотрите на интернете по динаму ее все время сделали и сейчас активно нашествует по миру там один из предметов деньги это результат которым измеряется проект но цель что скажут окружающие ваши родители правительство основные вопросы которые они ставят что скажут ваши внуки когда они родятся и вырастут о вашей деятельности по этому проекту поэтому конечно мы сейчас можем говорить о том что нам не нравится платный въезд в город возможно нам не нравятся какие то может быть запреты но что скажут наши внуки это наверное на самом деле очень хороший индикатор для того чтобы говорить о том что должно делаться в городе и как он должен развиваться ориендация даже не на себе а на завтрашние поколения это очень хороший индикатор окей господа вопросы и буквально коротко компания компания урбанистика Евгений Кадолин я как проектировщик тему текущей дискуссии и вот то что коллеги говорили по транспорту хочу добавить в Москве на самом деле проектировщики большинство знают есть две проблемы транспортные которые решить очень просто значит я с вами полностью согласен что действительно сколько дорог не строят появится больше машин а все машины делятся на те которые ездят и те которые стоят так вот чем больше дорог тем больше машин будут ездить и тем меньше машин будет стоять это к сожалению проверенное временем и во многих странах правило значит но в Москве есть одна проблема которая решается на нас очень просто я занимался проектированием больших территорий в городе и знаю самая большая проблема это не связанность территорий и дело не в количестве дорог а в количестве связи между разными территориями и например если нам надо из одной территории города проехать другую то мы вынуждены делать гигантские объезды через третье кольцо или через лука и например у нас есть в Москве уникальная вещь 19 километров побережья Москва реки не имеет ни одного моста эта ситуация для города уникальна сделайте один мост перепробег этих людей которые вынуждены из одной части в другую ездить сократиться вдвое это просто да и таких примеров очень много они посчитаны прокалькулированы все у меня есть на эту тему доклад большой с картинками и мы выявляем все вот эти вот все вот эти проблемы второй момент значит наше наследство промышленное наследство когда в москве одна из самых развитых сетей железнодорожных сетей у нас есть магистральные сети которые железнодорожные которые нужны и есть очень очень разветвленная сеть мелких железных дорог которые процентов на 80 не используется но это не собственно территория города Москвы это другая чужая собственность так вот и выявлено порядка 100 мест где разреши железная дорога сделать связать территории которые находятся по разным сторонам одной единственной линии железной дороги которая не используется много лет и у нас повышается вот эта связанность уменьшается перепробеги казалось бы с экономической точки зрения мероприятие совершенно недорогое 100 метров асфальта в одной месте 100 метров асфальта в другом месте но вот в мой именно практический опыт мы много раз писали письма и от от лица префектуры и разные взаимодействия были очень тяжело решаются вопросы взаимодействия двух субъеков вот два момента которые мне кажется наилучшим способом улучшили бы именно связанность территории а следовательно перепробег а следовательно уменьшили бы пробки собственно я хочу сказать только по транспорту точка зрения спасибо окей спасибо но мы договаривались о том что сейчас сформулирует комитет пространство внутри гильдии да и будем более активно взаимодействовать с коллегами из правительства на это давно окей если у вас слов итогов к концу нашего круглого стола где-то раза в три увеличилось количество людей слушающих и видимо это означает что это актуально это нужно и мы старались быть эффективны в том чтобы выгодные предложения я уверен что исполнительная дирекция гильдии их обобщит и мы лишь начали это дело сегодня и продолжим его во времена может быть не в столь теплом климате без моря но в нашем родном спасибо большое я бы хотел кратко рассказать свое отношение и что уже правительство сделало просто говорили коллеги что касается сноса памятников зданий памятников и объектов культурного значения в этом году создана комиссия по объекту культурного наследия уже было проведено несколько заседаний и принято решение о отключении полноценных памятников в реестре вновь выезды далее принято постановление правительства о возможности наконец-то в первый раз сделано возможности использования памятников памятники мы сдаем в аренду по цене 1 рубль за квадратный метр с условием выполнения плана реставрационного задания и эксплуатирования данных памятников поэтому инвесторы кто желает может и в этой работе активно подключаться пожалуйста помогать уменьши решать эту проблему в сторону критики правительства засучите рукава по парковке по тротуару но повторюсь принята программа развития транспорт и программа парковочной системы более того в прошлом году дополнительно создали 600 тысяч парковочных мест 600 тысяч и задача стоит действительно не расширять полиции не увеличивать бездумные парковки а сделать комплексно и ограничивать все это движение в том числе в центральной части города да, Москвы можно подастроить дополнительный транспорт можно привлечь кто дальше получше вопрос комплексного развития сейчас на красоте делается по центральной части города коллеги мы готовы принять все предложения и от инвесторов и от проектировщиков и от архитекторов их внимательно рассмотрим в работе при нашей следующей встрече здесь знакомы селиться готовы ответственность спасибо скажите пожалуйста Волшович у нас программа была очень интересная о развитии подземных пространств а может, господи господи буквально недавно принято решение о создании дополнительного раздела торчевой схемы где будет парковочное пространство разработано подземное но у города не стоит уйти в 2-3 уровня будет сделать в первую очередь в плотную территорию на более далекую территорию но геологические исследования уже работают уже подготовлены и данная программа будет сделана а схема размещения этих пространств у вас коллеги это уже такой конкретный вопрос вам схема нужна сама? хотите? вы разрабатывали как это не нам кажется заработать вопрос можно последний вопрос вы знаете 5 лет для того чтобы иметь качество жизни и подняться в 1-й городок по комфорту проживанию как вы за такое количество лет справились? коллеги но не вы справились а мы и инвесторы и граждане в первую очередь когда человек бросит что-то на улицу под ноги можно ли это сделать? глава который принимает решение нам кажется наша общая проблема все решения которые городу нужны все решения мы приняли тем более бюджет на это выделим на сколько лет эта программа мы видим что каждый год город становится комфортным ничего сложного здесь нет коллеги нам кажется этот вопрос не такой далекий я хочу добавить что тот вопрос который мы сегодня рассматривали он более широкий в Москву нельзя выставить в стране как отдельное государство и поэтому надо решать или менять стандарт жизни в самой России если мы в городах сделаем стандарт жизни одинаковый как в Москве эту проблему в Москве сразу потому что у нас в Москве очень много федеральных населения те которые приезжают на работу в Москву и те которые там остаются и те которые живут нелегальным а у нас еще в Москве и пока мы не на самом деле не сделаем жизни как в Америке в каждом городе есть то самое что и в соседнем городе до тех пор нас в Москве будет привлекать массовые цепи реально привлекать нас в Москве нужно быть новые территории новые строения новые облики это постоянно будет нарастающим господа мы начали разговор в общественном формате по будущему Москвы я прошу любите жаловать Рубену Акопова это руководитель Московского офиса гильдии и те или иные предложения которые можно сейчас предоставлять от вас к правительству города Москвы нам в общественности я прошу Рубену высылать электронную почту мы сейчас имеем постоянные контакты имеем в том числе контакты с правительством Российской Федерации напомнил руководитель гильдии управляющих девелторов Максим Соколов он руководитель департамента правительства России и мы на сегодняшний день развиваем программу арендного жилья работы с федеральными властями предлагаю вам активно включаться в работу потому что именно от вас во многом зависит как быстро правительство Москвы сможет их в городе изменить от вашей активной позиции так? спасибо спасибо спасибо